На Псалом 4, 11 Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. Пророк говорит это не для того, чтобы только мы знали, что он был услышан, но чтобы мы научились, как и мы, призывая Бога, можем быть скоро услышаны, еще прежде окончания молитвы получим просимые. Пророк не сказал, после того, как я призвал, он услышал меня, но когда я взываю, услышь меня. Так и сам Бог обещал, сказав некогда призывающему его, когда ты будешь еще говорить, то вот я скажу тебе. Подлинно. Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. Вот почему тем людям, которые живут порочно, а надеются умолить Бога обилием слов, смотри, что говорит он. Если будете умножать моление, то не услышу вас. Когда будете простирать руки, то отвращу от вас очи мои. Исайя 1, 15 Итак, молящемуся прежде всего нужно иметь твердую веру, и тогда просимое непременно получится. Потому-то и пророк не просто сказал, услышь меня, но с прибавлением правды моей, выражая свою твердую веру в Бога и то, что он всегда с нею приступал к нему. Никто пусть не думает, будто он превозносится, когда говорит это. Он говорит это не с тем, чтобы превознести самого себя, но чтобы предложить некоторые наставления и увещания, весьма полезные для всех. Да бы кто-нибудь не сказал, он был услышан, потому что был Давид. А я не буду услышан, потому что я мал и незначительен. Он внушает, что и его Бог слушает не без причины, и тебя не слушает. Ненапрасно и случайно. Но всегда он внимательно смотрит на дела. Если ты имеешь дела, которые могут ходатайствовать за тебя, то ты непременно будешь услышан. И напротив, если ты не имеешь их, то хотя бы ты был Давидом, ты не будешь в состоянии умолить Бога. Как любостяжательные не смотрят ни на достоинство других людей, ни на иное что, а только на их богатство. И надеющий из них сделать все, обращается к ним одним. Так и у Бога, любящего правду. Кто приступает к нему с ней, тот не отойдет, не получивши ничего. И напротив, кто приступит к нему без нее, или осквернившись противоположными ей пороками, тот хотя бы просил тысячу раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет с собой того, что может умолить его. Потому если ты хочешь иметь какой-нибудь успех перед Богом, приступай к нему, взяв с собой правду. Под именем же правда, разумеет, здесь не час добродетеля, но всю добродетель всецела. Так праведен был Иов, имевший всю добродетель человеческую. Он был не таков, чтобы от одного порока воздерживаться, а другому предаваться. И мы называем те весы правдивыми, которые всегда одинаковы. Которые не только золото могут взвешивать верно, а свинец неверно. Но одинаковы по отношению ко всяким веществам. Равным образом и неру мы называем правдивой ту, которая всегда одинакова. Так и Иов был праведен, будучи одинаковым во всем. Не в имуществе только он соблюдал эту праведность, но и во всем другом, никогда не приступая меры. А в нем никто не может сказать, что в имуществе он любил справедливость, а в обращении с близкими приступал меру, показывая себя гордым и надменным. Он весьма тщательно избегал этого, почему и говорил, «Если я презрел суд раба моего, или рабыни, спорящими передо мною». Иов 31.13. Ведь это величайшая неправда, быть гордым и надменным. Как любостяжательным мы называем того, кто хочет присвоить чужое и недовольствуется своим, так и надменным называет того, кто требует себе от ближнего больше, чем сколько ему следует, кто себя считает достойным всякой чести, а другого бесчестит. А это бывает не от чего другого, как от неправды. Что это действительно от неправды видно из следующего. «Бог создал как тебя, так и его, и все даровал тебе и ему, равно и одинаково. Почему же ты отвергаешь его, лишаешь чести, которую даровал ему Бог, не допускаешь его к участию в благах, но все присвояешь себе, и не только в имуществе, но и в чести делаешь его бедным? Бог даровал обоим вам одинаковую природу, удостоил одинаковых преимуществ, одинаково создал. Потому что слова «сотворим человека» относятся вообще ко всему роду человеческому. Почему же ты лишаешь его отцовского имущества, приводишь в крайнюю бедность и присвояешь себе, принадлежащее всем? Но не таков был блаженный пророк. Потому он и говорил с дерзновением. «Услышь меня, Боже, правды моей!» Так и Павел часто ставит себя на вид, не превозносясь и не раневаясь, но предоставляя себя примером для других. Например, когда он говорит, «Хочу, чтобы все люди были, как я, по воздержанию» – 1 Коринстянам 7.7. Так и Давид, по требованию обстоятельств, поставляя на вид свое мужество, являвшееся в нем при помощи Божией, говорит, что он и медведей умер, шлял, и львов ловил, так же не превознося самого себя, да не будет, а внушая через это доверенность к себе. Но, может быть, скажет кто-нибудь, «Если я имею правду, то какая нужда ей молиться, когда она одна может сделать все, и когда подающий знает, в чем мы имеем нужду?» Нужда потому, что молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас навык собеседования с ним и руководит к любомудрию. В самом деле, если обращающийся с необыкновенным человеком получает великую пользу от частого с ним обращения, то тем более постоянно беседующий с Богом. Но мы не знаем, как следует польза от молитвы, потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божьим. Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые выше нас, то приводим надлежащий порядок и внешний вид свой, и походку, и одежду, и все. И потом уже вступаем в разговор. А когда приступаем к Богу, то зеваем, почесываемся, оборачиваемся во все стороны, бываем небрежны, преклоняем колено, а сами блуждаем мыслями по площади. А если бы мы приступали с надлежащим благоговением и как подобает беседовать с Богом, то мы узнали бы, еще прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы. Человек, который научился беседовать с Богом, как подобает беседовать с Богом, делается ангелом. Так душа его отрешается от уст плоти, так ум его возвышается и переселяется на небо, так он презирает все житейское, так он становится перед самым престолом царским. Хотя бы он был бедным, хотя бы рабом, хотя бы простолюдином, хотя бы не ученым. Бог требует не красоты речи и не слов изысканных, но красоты души. И когда она возгласит, угодно ему, то получит все. Видишь ли, какое здесь удобство. У людей, от желающих подойти к кому-нибудь, требуется быть красноречивым, уметь и льстить всем окружающим начальникам, и придумывать много иного, чтобы лучше быть принятым. А здесь не нужно ничего, кроме одной бодрственной души. И нет никакого препятствия приблизиться к Богу. Я Бог вблизи, а не Бог вдали. Иеремия 23, 23. Следовательно, от нас зависит быть далеко от Него, а Он всегда находится близко. На что я говорю, здесь не нужно красноречия. Часто бывает не нужно и голоса. В самом деле, если ты скажешь лишь в сердце своем и призовешь его, как должно, то Он и тогда скоро услышит тебя. Так Он услышал Моисея, так услышал Анну. Исход 14, 15, 1 царство 1, 13. Нет при нем воина, который бы отгонял приходящих, или копьеноса, который бы оттягивал время, и говорил, теперь не время, теперь нельзя войти, приди после. Но когда бы ты ни пришел, во время ли обеда, во время ли ужина, в самую ли полночь, Он стоит и слушает. Хотя бы ты призвал его на площади, хотя бы на пути, хотя бы в спальне, хотя бы стоя перед начальником в судилище. Ничто не препятствует ему услышать прошение, если ты призовешь его, как должно. Нельзя сказать, я боюсь приступить и просить, мой враг предстоит перед ним. Здесь нет и этого препятствия, потому что он не слушает врага и не отвергает твоего прошения. Но всегда и постоянно ты можешь беседовать с ним. И нет к тому никакого затруднения. Здесь не нужно, чтобы вводили тебя в предверники, домашние, распорядители, назиратели, стражи или друзья. Но когда ты приступишь сам с собою, тогда особенно он и услышит тебя. Тогда, когда ты не будешь просить никого другого. 14. Не столько мы умоляем Бога просять через других, сколько сами от себя. Так как он желает преданности от нас и делает все, чтобы мы доверяли ему, то когда видит, что мы делаем это сами от себя, тогда особенно и внимает нам. Так он поступил и с Хананьянкой. Когда Петр и Яков ходатайствовали за нее, то он не удовлетворил прошению. А когда она сама продолжала просить, то он скоро даровал ей просимое Матфея 15-22. Если он, по-видимому, несколько и медленно, то поступил так не для того, чтобы эта женщина ждала ночь, чтобы она получила больше венец и продолжением просьбы более приблизилась к нему. Будем же и мы с усердием обращаться к Богу, научимся, как совершать такое обращение. Не нужно ни ходить в музей, музей – это здание, посвященное музам или место, назначенное для ученых занятий, училище, ни сдерживать деньги, ни нанимать учителей, ораторов или софистов, ни тратить много времени, чтобы научиться такому собеседованию с Богом. Достаточно только захотеть, это искусство приобретено. И в этом судилище ты можешь говорить не только за себя самого, но и за многих других. И какая цель этого искусства собеседования? Возношение молитвы. Нужно приступать к Богу с бодрственным умом, сокрушенной душою и с потоками слез. Не просить ничего житейского, желать будущего, молить о духовном, не испрашивать зла врагам, никому не помнить зла и соргать из души свои все страсти. И таким образом приступать с сердцем сокрушенным и смиренным, оказывать совершенную покорность, извлекать языком своим благословение, не быть причастным ничему порочному, не иметь ничего общего с общим врагом вселенной, то есть дьяволом. Того, кто говорит с царем, а других в то же время имеет общение с его врагами, наказывают даже внешние гражданские законы. Поэтому и ты, если хочешь говорить с Богом о себе и других, старайся особенно о том, чтобы не иметь ничего общего с общим врагом вселенной. Таким образом ты будешь праведным. А будучи праведным, ты будешь услышан, имея правду своей заступнице. «В скорби распространил меня», говорит пророк. Не сказал ты прекратил скорби или ты избавил от искушения, но ты сподобил меня устоять и распространил меня. Действительно, мудрость и сила Божия открываются особенно из того, что Он не только прекращает скорби, но и в продолжении их подает великое спокойствие. Это и силу Божию показывает, и впадающих в искушение делает более любомудрыми. Когда ей дается простор, облегчающий скорбную душу, и прекращается скорбь, возбуждающая его от ленности и избавляющая от всякого усыпления. Но как скажешь, можешь быть в скорби распространения. Так, как было в печи с тремя отроками, как было в львином рве с Даниилом. Бог тогда не погасил пламени, однако сделал, что они были на свободе. Не умертвил львов, и однако сделал, что он был в безопасности. Хотя и там, в печи, огонь оставался сильно горевшим, и здесь звери оставались зверями. Но праведники наслаждались великим спокойствием. Впрочем, можно разуметь распространение иначе, именно когда душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других многих болезней. Тогда она особенно наслаждается спокойствием. Многие, пользуясь благоденствием, предаются безрассуднейшим и мучительным для души страстям. Коростолюбию, свастолюбию, и многим другим порокам. А подвергшись скорби, освобождается от всего этого и находится в распространении. Как страждущий горячка, если будут удовлетворять своим неуместным пожеланиям, то есть употреблять в изобилии пищу и вино и тому подобное, то будут чувствовать большее стеснение. А если захотят немного испытать скорбью, потерпеть, то получат великое спокойствие, когда отвергнут то, что производит стеснение, тогда будут наслаждаться совершенным здоровьем. Так бывает и здесь. Ничто обычно не доставляет такого спокойствия, как скорбь, отклоняющий от всех забот житейских. Что было с иудеями, когда они терпели скорби и когда наслаждались благоденствием? Не больной или расслабленной и непостоянной душе свойственно говорит следующее. Сотделай нам богов, которые пойдут перед нами. Ибо Моисей, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что с ним. Исход 32.1 И напротив, не любомудрая ли и свободная от житейских страстей и душе свойственны те слова, которые они высказывали в молитве во время скорбей и которыми приобретали себе благоволение Божие? И этот самый пророк, Давид, когда благоденствовал, так как страдал, угнетался и мучился порочным пожеланием. А когда подвергался скорби, тогда вы знаете, каким он наслаждался спокойствием. Тогда не воспоминялся в нем огонь страсти, но всякий такой пламень угасал. Подлинно, ничто не причиняет нам столько страданий, как усилившиеся в душе страсти. Все другие бедствия действуют от вне, а эти рождаются внутри. Отсюда и происходит особенно великое мучение. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя, то ничто не будет для нас тяжким. Следовательно, от нас зависит испытывать скорби или не испытывать скорбей. 16. А чтобы ты удостоверился и апостольским изречением, какое происходит распространение от скорби, послушай самого Павла, который о плодах скорби говорит. От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не постыжает. Римлянам 5.3. Видишь ли неизреченное распространение? Видишь ли пристань веселья? От скорби происходит терпение. Что может быть спокойнее человека, терпеливейшего и могущего легко переносить все? Что может быть сильнее человека, опытного? Что может сравниться с происходящей отсюда радостью? Три радостные последствия, говорит апостол, происходит для нас отсюда терпение, опытность и надежда будущих благ. О них любомудрствует теперь и пророк, когда говорит, скорби распространил меня, сказав, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, распространил. В чем он услышан именно не касательно имущества, потому что ничего подобного он не просил, не в том, чтобы одолеть врагов, потому что он не просил и этого, но касательно спокойствия, бывающего среди скорбей. Помилуй меня и услышь молитву мою. Что говоришь ты? Выше ты упомянул о правде, а здесь говоришь о милосердии и снисхождении. Какая же здесь может быть последовательность? Великая и весьма сообразная с вышесказанным. Хотя бы мы сделали бесчисленное множество добрых дел, мы бываем услышаны по милосердию и человеколюбию Божию. Хотя бы мы достигли самой вершины добродетели, мы спасаемся по милости Божией. Отсюда мы научаемся, что и при правде нам нужно иметь сердце сокрушенное. Ведь и грешник, если будет молиться со смирением, которое есть частный вид добродетеля, может успеть во многом. И праведник, если приступит с гордостью, лишится всех благ. То и другое доказали примеры мытаря и фарисея. Вот почему нужно знать и способ молитвы. Какой же способ молитвы? Научись этому от мытаря, не постыдись иметь его своим учителем. Он взял это дело так совершенно, что простыми словами достиг всего. Так как душа его была хорошо настроена, то и одно слово было достаточно – отверстие ему небо. Как же она была настроена? Он признавал сам себя недостойным, ударял себя в грудь и не смел даже возвести очей на небо. Если ты будешь молиться таким же образом, то молитва твоя будет легче пуха. Если грешник посредством молитвы сделался праведным, то представь, сколь велик будет праведник, если научится возносить такую же молитву. Вот почему пророк и здесь не указывает просто на самого себя, но на свою молитву. Выше он указывал на правду, а здесь на молитву. Помилуй меня и услышь молитву мою. Уседри. Так и Корнили был услышан, потому что ее имел своей предстательницей. Молитвы твои, милостыни твои, было сказано ему, взошли пред Бога. И действительно, услышаны бывают дела и добродетели, но молитвы не всякие, а только молитвы, совершаемые по закону Божию. Что же это за молитвы? Молитвы, в которых и спрашивается то, что даровать прилично Богу, в которых не спрашивается от Него ничего противного законом Его. Но кто скажет так дерзок, чтобы просить Бога об исполнении противного законом Его? Тот, кто просит Его против врагов своих, потому что это не согласно с постановлением от Него законом, с поставленным. Он говорит, прощайте должникам вашим, а ты Его самого, повелевающего тебя прощать, призываясь против врагов своих. Что может быть хуже такого безумия? Молящемуся должно иметь вид, мысли и чувствование униженного просителя. Зачем же ты принимаешь на себя другой вид, вид обвинителя? Как ты можешь получить прощение собственных грехов, когда просишь Бога, чтобы Он наказал грехи других? Поэтому пусть будет молитва твоя смиренную, мирную, имеющую вид приятный и добрый. Такова молитва, совершаемая скротостью, а не направленная против врагов. Противоположность же этой молитвы подобно какой-нибудь пьяной и безумной женщине, бешеной и свирепой, потому и недоступно для нее небо. Не такова молитва, совершаемая скротостью. Она имеет в себе нечто благопристойное и приветливое, достойное царского слуха, приятное, благозвучное и стройное. Потому она и не изгоняется со зрелища, но бывает увенчанную. Она имеет золотые гусли и золотую одежду. Потому она и доставляет удовольствие судье и своим видом, и взором, и голосом. Потому никто и не изгоняет ее из обителей небесных. Она наполняет радостью все это зрелища. А она есть молитва, достойная небес. Она есть язык ангельский. Так не говорит ничего горького, но все благоприятное. Когда она, приступая, просит за оскорбивших и обидевших, тогда и ангелы, предстоя, слушают ее с великим молчанием. И когда она умолкла, то они не перестают восклицать в честь ее, превозгласить ее похвалами и удивляться ей. Будем же и мы возносить такую молитву, и тогда, конечно, будем услышаны. Когда мы приступаем к Богу, то не будем думать, что это обыкновенное зрелище. Здесь собрание целой вселенной, или лучше горних сонмов небесных, и среди них сидит сам царь, готовый слушать нашу молитву. Будем же стараться, чтобы она соответствовала зрелищу. Пусть ни один игрок на гуслях или певец на лире, который бывает так тщательный, когда выступает на сцену, и так боятся, чтобы не произвести какого-нибудь неприятного звука, не превзойдут в этом нас, когда мы намереваемся вступить на зрелище ангелов. А нашим орудием пусть будет язык, не произносящий ничего неприятного, но все стройное и благослучное, с надлежащим настроением души. И приступая к Богу, прося и умоляя Его, будем ударять струны наши за врагов своих, тогда услышана будет наша молитва и за нас самих. 18. Такая молитва пристыжает злых духов, такая молитва дает нам дерзновение пред Богом, такая молитва посрамляет дьявола и прогоняет его. Подлинно не столько боится дьявол человека, прогоняющего и выизгоняющего из другого человека, сколько того, кто украшает свой гнев и преодолевает свою раздражительность. Потому что это последнее, если злой дух, весьма свирепый. И таких людей надо назвать более несчастными, нежели одержимых бесом. В самом деле, беснование не ввергает в генну, а гнев и злопамятство лишает самого Царствия Небесного. Если мы таким образом составим свою молитву, то и мы в настоящее состояние будем с дерзновением говорить Богу «Услышь молитву мою». Такую молитву ты принесешь пользу и поможешь не только себе самому, но достаешь радость и слушающему ее Богу и спрашивай сообразного с его повелениями. Потому он скоро и услышит тебя. Это достойно звания сынов Божьих. Это особенно сообщает нам отличительный признак учеников Христовых. «Будьте минус серды», говорит Господь, как Отец ваш Небесный. «И еще молитесь за обижающих вас, творящих вам на пасти, да будете подобно Отцу вашему Небесному». Что может сравниться с такой молитвой? Она делает нас подобными не ангелом или архангелом, а самому Царю Небесному. А что сделался подобным кто из Царю? Насколько то возможно. То представь, какое может иметь дерзновение в молитвах. «Сыны человеческие», говорит Пророк. Стих 3. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, кому он обращает речь, кому делать обличение, предлагает совет, кого он называет сынами человеческими. Людей, живущих порочно, наклонных к козлу». Что же? А мы разве не сыны человеческие? По природе мы сыны человеческие, но по благодати нет. Мы сыны Божии. Этот дар будет у нас цел, если мы сохраним в себе образ его соблюдаемой добродетелью. Так как тем, которые сделали сынами Божьими, по благодати, нужно выражать это образ и жизнью. А что действительно он называет сынами человеческими людей, прерывных заботам житейским, наклонным к злу, о том послушай. И увидели, говорит Писание, сыны Божьи и дочерей человеческие. Бытие 6.2. Но скажет, здесь говорится противное. Нет. Сынами Божьими оно называет здесь тех людей, которые прежде были добродетельными и были удостойны чести от Бога, но потом изменились, делались худшими, потеряли честь свою. Чтобы усилить их обличение, оно и напоминает об их чести. Внушая, что величайшая вина быть такими и происходить от таких людей и не спасть до такого зла. И еще, говорит Бог, я сказал, вы Боги, все вы сыны Всевышнего, но умрете, как всякий человек. Посмотри на мудрость пророка. Показав наперед Божью силу, помощь, премудрость, благость и человеколюбие, как он подает успокоение в скорби, как он милость его внемлет, пророк, потом представляя распространившийся между людьми пороки и силу нечестия, как бы задыхаясь от скорби, обращает речь к живущим порочно. И почти так говорит, имея такого Бога, столь благого и столь человека любивого, столь сильного, как вы уклонились к нечестию. И смотри, какой вместе с гневом исполнено увещание его и кротости. Какой, какого любомудрия, что говорит он, сыны мужей, да коли слава моя будет в поругании. Здесь он выражает сильное огорчение свое и от продолжительности времени. Ведь если и в начале невнимательность к благодеяниям Божьим есть преступление, то какое может быть порощение тому, что столько времени остается слепым в отношении к истине. А что значит тяжкосердые, жестокосердные, плотские, привязанные к земле, склонные к злу, преданные порокам, развращенные сладострастием? Таков именно человек плотской. Обличая жизнь, их он указывает и источник нечестия, внушая, что это в особенности препятствует ему усвоять высокое учение. Ничто так не делает сердце жестоким, как порочное пожелание, пристрастие к житейскому, привязанность к земле. Такое сердце справедливо можно было бы назвать грязным, потому он и назвал его тяжким и вместе указал в нем источник зол, что, занимая в человеке место возницы, оно не только не удерживает коня вожжами, но и само увлекается и не извергается. И тогда, как ему следовало бы окрылять плоть, устремляться в высоту и восходить на небо, оно увлекается вниз текающим временем своих болезней. А когда таков возница или кормщий, то где надежда спасения? Если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма, говорит Господь? Когда кормщий предается пьянству и подражает непостоянству волн и ветров, то как спасется корабль? 20. Что же может сделать душу легкую? Превосходная жизнь, такая, чтобы не увлекаться ничем здешним, и даже ног своих не привязывать ни к чему стремящемуся и увлекающему вниз. Из вещественных предметов одни обыкновенно стремятся вниз, например, камни, дерева и все подобное, а другие вверх, например, огонь, воздух, пух легкий по своей природе. Если какой-нибудь из вещей, стремящихся вниз, привяжешь к вещи легкой, то нисколько не помогут ей ни крылья, ни воздух, потому что тяжесть нарушает равновесие, перетягивает и преодолевает. Подобным образом кто имеет ноги отяжелевшие или наполненный дурными соками или поврежденный какой-либо другой болезнью, тому нисколько не помогут прочие части тела, как бы они не были легкие. Если же так бывает с предметами вещественными, то тем более с сердцем. Поэтому не будем делать его тяжким, чтобы оно не потонуло подобно кораблям, имеющим слишком много балласта. А это зависит от нас. Сердце таково не по природе. По природе своя она создана легким и стремящимся вверх. А мы вопреки природе делаем его тяжким. Потому-то и пророк осуждает нас. А если бы это было от природы, то он не осуждал бы. Как ходить нам свойственно от природы, а если мы обременим свои колена, то происходит противной природе от препятствий, которые мы наложили на себя. Так обыкновенно бывает и с ногами души, то есть помыслами. Да коли будете любить суету и искать лжи? Здесь, кажется, мне он указывает и на идолослужение, и на порочную жизнь. В самом деле, суетно называется все тщетное, что на деле не таково, каково по названию. Так у язычников много богов по именам, а на деле нет ни одного. Так и в других вещах богатство по имени совсем не богатство на деле, слава по имени совсем не такова на деле, владычество по имени и остается таким по одному только названию. Кто же так безумен, чтобы домогать о названии, не заключая в себе ничего существенного и гонять за предметами пустыми, которых нужно избегать? Не таковы ли и удовольствия и благоденствия жизни? Все это не ложь ли обольщение? Укажешь ли ты на славу или на богатство или на власть? Все суета. Вот почему Экклесиаз говорит суета суета, все суета. Потому и пророк скорбит в виде такое безрассудство в жизни. Как тот, кто увидел бы кого-нибудь убегавшим от света и гонящимся восьмой и сказал бы «Для чего ты делаешь это безумное дело?» Так и он говорит «Да коли будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его». Видишь ли мудрость пророка, как он приводит людей к богопознанию? Сам очевидным образом и сам ясным способом поставляя на вид самого себя. Я говорит служитель истинного Бога, поэтому от меня познайте его силу, могущество промышления. Это немаловажное средство богопознанию. Пророк иногда объясняет это касаясь созданий, когда говорит о промысле Божьем и обращаясь к солнцу, к небу, к земле и воздуху, из порядка вещах видимых проповедует о создателе. А иногда раскрывает это касаясь его служителей обстоятельств, случавшихся с ним самим. Так было с Авраамом. Мы знаем, говорили ему хитей, что ты, царь перед богом, пришел к нам. Бытие 23.6 Откуда вы знаете? Из победы, из трофеев, из сражений. Так было и с иудеями. Чудеса, совершавшиеся с ними, привели страх всю землю, так как и блудница Ерихонская говорила тогда, напал страх на нас и трепет. Итак, один путь богопознания со стороны созданий, а другой яснейший со стороны служителей божьих. И такое учение бог из древней сел в каждом поколении. Так египтян научал он посредством Авраама перцев посредством его же. То есть когда Авраам жил в Гераре, соседник к Герарам жителей святой Иоанн Затауз называет перцами, измаильтян и многих других посредством его потомков, а посредством Якова других живших в Месопотамии. Висли, как жители всей вселенной научались, если хотели, от святых. Еще прежде их потоп и смешение языков достаточно могли побуждать души их. В самом деле, чтобы событие со временем не пришло в забвение, самое место получает от него название именно Вавилон, называется так от смешения языков, дабы слушатель, руководствуясь названием, восходил к началу события и познавал силу Божию. Так и все жители Запада научались всему, входя в торговое сношение с египтянами. Впрочем, в древние времена и в начале в этой части вселенной было немного народов. Большая часть людей и народов обитала в странах восточных. Так и Адам вышел оттуда и потомки Ноя жили там и после столпотворения жили там же и по большей части обитатели были на востоке. Бог же воздвигал им учителей в каждом поколении Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Мелхиседека. Потому и пророк напоминает живущим порочные события, происходившие со святыми и говорит «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». Что значит «знайте»? «Взял удивительным, известным, знаменитым, славным того, кто был предан ему». Таким образом, от служителя Божия и событий бывших с ним познайте силу Господа. Не сказал только «даровал Бог», но удивил, выражая, что даровал с великой славою, с совершенной неожиданностью. Так было и с Авраам. Бог не только возвратил ему жену неприкосновенной, но и сделал его знаменитым. Даровал ему и не только то, что он не потерпел ничего неприятного, но и то, что он сделался славным в Египте. Одно было с ним за его правильность, то есть, что он не потерпел ничего неприятного, а другое для пользы слышавших, то есть, что он чудным образом и сверхчаяния вышел оттуда. Бытие 12. Тоже было с тремя отроками, тоже с Даниилом в Орве Львином, тоже с Ионой в Орве Викитовом. Всегда Бог спасает со славой, но не всех вообще, а праведных преподобных. 22. Видишь ли, как пророк, научая Бога познание, вместе с тем преподает наставление к добродетельной жизни, внушаясь, что надо возлагать надежду спасения не только на благость Божию, но и на доброту собственных дел. Господь слышит меня, когда я призываю его. Сказав, что Господь слышит преподобного, он не останавливается на этом, но открывает и другой вид благополучия. Какой же? Тот, что имеет Бога постоянно своим поборником, помощником и всегдашним покровителем. Не однажды, говорит, Бог делает это, и не дважды, и не трижды, но всегда, когда мы призываем его, смотри, здесь опять с какой-то бывает скоростью, как выше, он говорил, когда я взываю, услышь меня, Боже, правды мои, в тесноте мне простор. И здесь та же говорит, когда воззываю к нему, почему уже скажешь, многие бывают неуслышаны, потому что просят бесполезного. В таком случае быть неуслышанным лучше, чем быть услышанным. Поэтому будем ли мы услышаны, не станем радоваться этому. Будем ли не услышаны, станем прославлять Бога из-за этого. В самом деле, когда мы просим бесполезного и бываем неуслышаны, тогда от самого неполучения того, чего просим, мы получаем пользу. А иногда мы просим нерадиво, тогда Бог в медлительности подаяния научает нас большему усердию и молитве. это немаловажно. польза. Если вы, будучи злые, умеете добрые даяния давать детям вашим, то кольни пачи отец ваш, умеющий давать и знающий кому давать и что давать, когда. И Павел просил и не получил, потому что просил бесполезного. 2 Коринфян 12.8 И Моисей просил, но Бог не услышал и его. Исход 32.32 Итак, не будем отступать, когда мы бываем неуслышаны. Не станем унывать и ослабевать, но будем продолжать просить с усердием, потому что Бог сделает все на пользу. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Что я прежде сказал, то скажу и теперь. Так как пророк хочет вести слушателей Бога познания, то старается освободить души их от болезней. Он знал, что развратная жизнь служит препятствием принятию высокого учения. Это выразил и Павел, когда говорил, я не мог говорить вам как духовным, но как плотским, еще, как младенцев во Христе питал вас, а не твердой пищей. И что немного слова говорю вам, так как вы сделали неспособны слышать. Так же Исаия говорит, меня ищут люди сии и показывают, что желают знать законы мои, но суда Божия они не познали. И Осия говорит, сейте себе вправду, просветите свет ведения. Осия 10.12 Исаия 58.2 И Христос поучая говорил, всякий делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету. И еще, как вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете, а славу от единого Бога не ищите. Иоанна 5.44 Еще сие сказали родители его, ибо боялись иудеев, жидов, чтобы не быть отлученными от синавоги, от сонмища. Еще многие же уверовали в него, но не исповедовали ради фарисеев. Иоанн 12.42 И везде можно видеть, что развратная жизнь служит препятствием к надлежащему принятию учения. Как гной, скопившийся в светлом зрачке глаза ослепляет и помрачает свет его, так и ум, занятый пороками, помрачается и ослепляется в душе нашей. Вот почему и пророк, зная это, говорит, гневаясь и не согрешайте. Он не уничтожает гнева, который бывает и полезен, не отвергает негодование, которое бывает полезно, когда направлено против людей неправедных и неродивых, но отвергает несправедливый гнев и безрассудное негодование. Как Моисей, начиная речь о нравственности, прежде всего поставляет заповедь «не убей», так делает этот пророк, еще тем более, чем более известны были ему правила благочестия. «Тот запрещает убийство, а этот истребляет самого виновника убийства гнев, который есть корень и источник этого зла». Поэтому и Христос, желая истребить гнев, говорил, «Гневающийся на брата своего напрасного повинен гиене огненной». Видишь, какое там и здесь ограничение, гневаясь и не согрешайте, гневающийся напрасно, потому что можно гневаться и справедливо. Так и Павел разъявился на Елиму и Петр на Сапфиру. Я даже не назову этого просто гневом, но любомудрым, попечением, распорядительностью. Гневается отец на сына, но потому что заботится о нем. Напрасно гневается тот, кто хочет отомстить за себя самого, а кто хочет исправить других, тот смирение всех. Так и Бог, когда о нем говорится, что он гневается, гневается не для отмщения за себя самого, но для исправления нас. Будем же мы подражать ему мстить, таким образом есть дело божественное, а мстить иначе дело человеческое. Пробь им, Бог не тем только отличается от нас, что он гневается справедливо, но и тем, что в Боге гнев не есть какое-нибудь страстное раздражение. И так не будем и мы гневаться напрасно. Гнев внедрен в нас не в тем, чтобы мы грешили, но чтобы останавливали других согрешающих, не в тем, чтобы он сделался в нас страстью и болезнью, но чтобы служил врачеством от страстей. 24. Представь, как велико зло порог, если при нем врачевство делается ядом, если тем, чем нужно врачевать раны других, мы наносим раны себе. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, взявший железо, чтобы отсечь гнилые части, у других напрасно поразил себя самого и нанес себе раны по всему телу, или если бы кончик потопил судно теми самыми веслами, посредством которых нужно было останавливать напор буйных ветров. Таков и гнев. Он полезен для того, чтобы пробуждать нас от сонливости, чтобы сообщать бодрость душе, чтобы производить в нас сильнейшее негодование за обижаемых, чтобы делать нас взыскательными к обижающим. Потому и говорит пророк гнева, если не согрешайте. Если бы это было невозможно, то он и не заповедовал бы этого. Потому что никто не заповедует невозможного. Таким образом, дав апостольскую заповедь евангельское мудрое наставление, сказав то же, что и Христос, он присовкупляет другое наставление и говорит гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Что значит сказанные слова? Они кажутся неясными. Во время следующее за ужином говорит, когда ты отходишь ко сну, когда готовишься лечь на постель, когда в отсутствие всех наступает великое спокойствие, когда никто не беспокоит, и бывает глубокая тишина, ты начинай суд совести, требуй от нее отчета, и какие имел в течение дня порочные помыслы, задумывая обманы, или строя козни ближнему, или допуская развратные пожелания, все это во время такого спокойствия выставь на вид, поставь совесть судьей этих порочных помыслов, истребляй их, суди, наказывай согрешающую душу. Таков смысл слов. Утишитесь. И значит сказать истязайтесь, сокрушайте все то, что в течение дня вы говорили в сердцах ваших, то есть все, какие вы имели порочные помыслы на ложах ваших, во время этого спокойствия, терзайте и наказывайте, когда ни друг не беспокоит, ни слуга не досаждает, ни множество дел не развлекает, тогда и давайте себе отчет жизни своей за протекший день. И почему он не говорит о словах и делах, но о порочных помыслах? Это преизбыток его наставления. В самом деле, если должен наказывать порочные помыслы, чтобы они не перешли в дело, то тем более должен сокрушать себя душой о таких делах и словах. Это пусть будет каждый день, и не прежде засыпай ты, человек, пока не размышляешь о грехах, совершенных тобой в продолжении дня. Тогда без сомнения, следующий день ты будешь не так скор на подобное предприятие. Как ты поступаешь с деньгами, не пропуская двух дней без требования отчета от слуги, чтобы не произошло замешательства от забвения, так поступаешь делами своими каждый день. Вечером требуя от души отчета, осуждай грешный помысл, повесь его как бы на дереве, наказывай и повелевай, чтобы вперед не делать подобного. Видишь ли превосходное врачевание, как он употребляет врачевство и предупредительное и исправительное наставление не впадать в грехи служит вместо врачевства предупредительного именно гнева если не согрешайте, а слова размышлите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь вместо врачевства исправительного. После совершения греха он еще прилагает врачевство, зависящее от самого согрешившего. Будем же употреблять такое врачевание, не представляющее никакой трудности. Если же душа твоя не терпит воспоминания о грехах, стыдясь и смущаясь, то скажи нет тебе никакой пользы от того, что ты не будешь вспоминать об них, а напротив еще великий вред, потому что если ты не будешь вспоминать об них сама по себе теперь, то грехи твои будут открыты перед глазами всех тогда, если же ты будешь помышлять о них теперь, ты от них скоро избавишься и в другие нелегко упадешь. В самом деле, душа, боясь вечернего суда, чтобы опять не подвергнуться такому же испытанию, осуждению и наказанию, бывает медлительной на грехи, и такова польза от этого испытания, что если мы будем так поступать постоянно, только в течение одного месяца, то приобретем себе потом навык добродетели, не будем же пренебрегать таким благом. Кто ставит себя перед этим судилищем здесь, тот не подвергнется тяжкой ответственности там. Если бы, говорит апостол, судили себя, то не были бы осуждены. Будучи же судимы от Господа наказываемся, чтобы не быть осужденным с миром. 1 Коринфянам 11, 31. Итак, будем делать это, чтобы не быть осужденными. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. видишь ли последовательность превосходного совета, видишь ли совершенное наставление, укорив слушателей за грехи, сделав их менее скорыми на подобные дела, устроив неподкупные судилища и потребов отчета в жизни, он потом руководит их к совершению добродетели. Недостаточно ведь только воздерживаться от зла, но должно стараться делать добро, потому то он дали и предлагает такое вещание, уклонись от зла и сотвори благо, Салом 33. 15. Подлинно и несовершение добродетели подвергает наказание не только совершение пороков. И те, которые не напитали алчищего, не напоили жаждащего и не одели нагого, они не хищничали, не предавались любостяжанию, не брали чужого, но так как они не творили милостыни, то предаются за это наказанию вечному и мучению бесконечному. Отсюда мы научаемся, что воздержание от зла не доставляет нам спасения, если вместе с тем не будет приобретения добра и совершения добродетели. 27. Вот почему и пророк, отклонив слушателя от пороков через сердечное сокрушение, сделал его способнейшим к совершению добродетели, смягчив жесткость души и, сделав ее нежной от внутреннего сокрушения, начинает речь о правде и говорит принесите жертвы правды и уповайте на Господа. Что значит принесите жертву правды? Приобретайте правду, приносите правду, тот дар Богу величайший, та жертва ему приятна, то приношение весьма ему благоугодно, которое состоит не в заклане овнов и тельцов, но в совершении праведных дел. Видишь, как из древних предизображается жизнь церкви, и вместо жертв чувственных требуется духовное. правдой же он называет здесь, как я выше сказал, не частный вид добродетели, но добродетель вообще, равно как и праведным человеком, мы называем того, кто имеет всю добродетель. Эта жертва не нуждается ни в деньгах, ни в ноже, ни в жертвеннике, ни в огне, она разлагается не в дым, смрад и пепел, но совершается только сердцем приносящего ее. Для нее ни бедность не слушает препятствия, ни недостаток средств остановка, ни место, ни что-нибудь другое подобное, но где бы ты ни был, ты можешь приносить ее, будучи сам и священником, и жертвенником, и ножом, и жертвою. Таковы жертвы разумные и духовные, они совершаются с большим удобством, не имея нужды ни в каком внешнем приготовлении. Кто праведной жизнью приобрел себе милость и благоволение Господа, тот имеет в нем величайшего поборника, непреоборимого помощника, получает от него великое содействие. Видишь ли плод этой жертвой, являющейся тут же? Видишь ли сокровище благ, тотчас происходящее от ней? В самом деле, кто имеет Бога своим помощником, тот, кого будет бояться? Никого! И это немаловажный добродетель, надеяться на него и быть уверенным в нем. Вместе с правдой пророк требует от нас и этой добродетели быть уверенным в Боге, надеяться на него, не полагаться ни на что житейское, но отрешая себя от всего подобного, к нему прилепляться мыслью. Действительно, предметы настоящей жизни подобных сновидениям и теням, и даже того ничтожнее. Они лишь только являются и уже исчезают, и при самом явлении причиняет много беспокойств, имеющим их, а надежда на Бога вечно, неизменно, неподвижно, неизменчиво, способна доставить совершенную безопасность и сделать непобедимым того, кто содержит ее тщательно и с надлежащим расположением. Многие говорят, кто покажет нам благо, яви нам свет лица Твоего, Господи. Окончив наставление касательно нравственности, приведших Бога по знанию, употребив все меры к пробуждению души заблуждающихся, и особенно из происходившего с ним самим, из промышления о святых, доказав попечения нас Божия. Пророк представляет некоторые возражения, предлагаемые людьми более слабыми и грубыми, и говорит, многие говорят, кто покажет нам благо. Не те, не многие честные и доблестные, которые умеют любомудрствовать, говорят, это толпа беспорядочная, невежественная, безрассудная. Что означает слова, кто покажет нам благо. Есть люди, которые или клевеща на промысел Божий, или по любви, привязанности к удовольствию, спокойствию, богатству, славе и власти. Говорят так, где благо Божие? Я нахожусь в бедности, болезни, несчастье, терплю крайнее бедствие, клеветы, злословие, а другой в благоденствии, роскоши, власти, славе и богатстве. Одни из них только ищут этих благ, оставляя без внимания благо истины, то есть добродетель любомудрие, а другие, как я выше сказал, клевещат из-за этого на промысел Божий и говорят, где промысел Божий? Когда в жизни существует такой беспорядок, когда столь многие терпят недостатки, бедность и крайнее бедствие, где доказательство Божие о нас попечения. Но говорящие таким образом делает то же самое, как если бы кто-нибудь среди самого ясного и чистого полни искал увидеть солнце и сомневался в его свете. Это и показывает пророк и тот все же предлагая разрешение и говорит «Еви нам свет лица твоего, Господи!» Не сказал «явился», но выражая, что подобно тому, как начертанное на открытом лице бывает очевидно для всех и ни от кого не может укрыться и лица озаренного светом отражающего лучи никто не может не узнать. Так невозможно говорить не узнать и промышления твоего. Как свет назнаменованный то есть напечатленный начертанный на лице бывает ясен для всех так и промышление человеколюбия твоего. Светом он называет здесь покровительство попечение содействие промышление. Сказав это он далее приводит и доказательство «Какое же ты исполнил сердце мое весельем с того времени как у них хлеб и вино и лей умножились». Укорив людей безрассудных он заимствует доказательство промысла Божия от людей благоразумных и здравых и говорит дал веселье в сердце мое то есть научил меня любомудрствовать презирать предметы житейские знать предметы истинные постоянные возвысил меня добрыми надеждами руководил в будущей жизни прежде наслаждения благами окрылил меня надежды и благ хорошо так сказал 29 в самом деле если тот кто надеется получить наследство или достигнуть высокой власти не только во время получения но еще прежде действительного получения оживляется надеждою и во все время это приходит восторг от ожидания то представь в каком состоянии должен быть тот кто ожидает царства вечного и бессмертного и благ таких которых око не видела ухо не слышала и на сердце человеку не приходило поэтому он и говорит дал веселье в сердце мое это было действие величайшего промышления Божьего что он еще тогда приготовил сообщил такое благо если же люди более грубые плотские привязанные к земле не внемлет этому то уже нет обещавшего а от их невежества происходит недовольство и смущение и не сказал просто дал веселье но сердце мое выражая что веселье происходило не от внешних предметов не от рабов не от золота и серебра не от одежд не от роскошного стола не от величия власти не от великолепия жилища это веселье не сердце но одних ты как глаз многие из приобретших эти блага даже считают жизнь не в жизнь носят в душе своей печь огорчение истощаясь от множества забот и терзаясь непрестанным страхом а мое говорит он веселье не в этом а в разумном сердце бестелесной душе помышляющей о бестелесном если радует тебя благо настоящее то из них уразумей промышление божие но тем более научайся из благ будущих чем они превосходнее постояннее и неизменнее если то что ты пользуешься богатством благополучием убеждает тебя в существовании промысла божия то тем более богатство небесное пусть приводит тебя к такому убеждению а если ты скажешь почему тебе благо только в надежде неизвестны то я скажу что мы верующие считаем эти ожидаемые блага более известными нежели благовидимые таково убеждение веры и если ты еще скажешь почему мы не получаем воздаяние здесь то я скажу что здесь время трудов и подвигов а там венцов и наград и это было делом промышления божия что труды и подвиги определенные для настоящей жизни кратко и скоро а награды и венцы отложены до жизни бессмертной и не стареющейся но так как многие слабы душой то бог даровал им чувственные блага таким образом например он руководил народ иудейский у них и богатство текло и жизнь продолжалась до старости и не было никаких болезней истребление врагов и глубокий мир трофеи и победы доброчадия и многочадия и все тому подобное было даруемо повинующимся Богу но когда пришел Господь наш Иисус Христос призывающий нас на небо убеждающий презирать благо здешнее внушающий любовь к благам тамошним и отторгающий нас от всего житейского то справедливо благо настоящий сокращены и все богатство заключено в благах будущих так как мы сделали совершенными подобным образом детей пока они малы отцы забавляют обувью одеждой золотом и ожерельями а когда они вырастут то оставивая это дают им еще другое большее как то право голоса в судилище знатность в городе известность в пресарских дворах начальство и власть отклоняя их от всякого детского честолюбия так точно поступил и бог желая отклонить нас от предметов малых и детских он обещал благо небесное поэтому не прилепляйся к благам непостоянным и скоро приходящим и не будь малодушным впрочем он не совсем лишил тебя и этих благ так как существам обреченным плоти и живущим в теле невозможно быть и без них то он обильно подает нам и это вот почему пророк рассудив высоко и любомудро об этом виде промышления и сказал дал веселье в сердце мое присовокупляет и следующее с тех пор как у них хлеб и вино и илей умножились этими словами он касается также немалой части промышления божия открывающегося в предметах видимых когда он говорит о пшенице вине и илее и изобилии то разумеет и дожди и благосостояние времен года и недра земли возвращающие и рождающие и течение воздуха и восхождение солнца и перемены луны и хоры звезд и лето и зиму и осень и весну и искусство земледельца и пригодность орудий и множество других приспособлений так как если бы все это не содействовало то плоды не могли бы образовываться и достигнуть зрелости таким образом когда он называет пшеницу виной и иелей то подает мудрому повод заключать отчасти к целому открывая море промышления божия видимого в предметах чувственных тридцать вот почему и павел в одной речи своей рассуждая промысли божием отсюда же заимствует доказательства и говорит подавая дожди и времена плодоносные исполняя пищи весельем сердца наши деяния четырнадцать семнадцать пророк не желая говорить излишнего не упоминает о всем другом о плодах земных о плодах древесных о родах растений о родах семян о родах трав лугов цветов садов и тому подобном и употребляет собирательное название предметов необходимых для нашей жизни давай давай через них разуметь и другие все это бог не только подает нам но подается изобилием и каждый год а если иногда и сокращает свои дары то и этим опять показывает свое промышление пробуждая многих от ленности и заставляя их просить этих благ от него если же некоторые говорят что подавать дожди не дело бога но идолов то мы спросим их откуда это известно скажет поэт и говорят что зевс подает дожди так гомер в одессее раз четырнадцатый феокрит в иделии четвертый и другие то они же сами говорят что он и прелюбодей и раститель детей и отца убийца и другие приписывают ему не меньшее преступление но это скажет несправедливо следовательно несправедливо и то что он подает дожди если ты принимаешь последнее то необходимо должен принять и первое а если отвергаешь первое то вместе с тем и последнее мы представляя свидетелей силы божьей обыкновенно принимаем все что они говорят о нем поэтому тебе необходимо допустить что зевс и прелюбодей и все прочие преступления какие они приписывают ему и отсюда убедиться что подобные преступления не свойственны силе божественной и следовательно он не бог но хотя бы вы и не хотели принять этого такая басня падает сама собой и такая ложь обличает сама себя и совершенно опровергает поэтов а когда опровергнуты они то очевидно и все ваши рассуждения теряют силу эти самые имена богов они изобрели и назначили как сказал один из ваших же философов Платон скротили если же оставив их ты прибегнешь к иносказанию то я спрошу тебя что же такое зевс пламенеющая сущность говорят часть находящаяся выше воздуха которую называют эфиром потому что она горит и сжет следовательно он есть не какое-нибудь разумное и свободное существо а неразумное воздушное сущность не имеет ни разума ни смысла как всякому известно и всякий знает это хотя бы он был нечувствительнее камней таким образом зевс уничтожается и существо его исчезает если зевс есть воздух а воздух есть то что мы сказали то и басня теряет свою силу если же он есть воздух то он не был чьим нибудь отцом и не рождал какой-нибудь сущности как сочиняет поэта например солнце которое называет Аполлоном и сыном Зевса ведь и солнце не имеет никакого смысла ни рассудка ни ума но и оно есть вещественные произведения управляемые и вводимые законом которому Бог вначале подчинил его впрочем дождь происходит и не из эфира а из облаков получающих воду или из моря или из вод носящихся превыше неба как говорят пророки если же ты не веришь пророкам то мы можем представить ясно очевидные признаки которые совершенно доказывают что они были богодухновенные и не говорили нам ничего от самих себе но по вдохновению от божественной пренебесной благодати в самом деле все сказанное ими исполняется и все оправдывается событиями посмотришь ли на ветхозаветные или новозаветные предсказания так все сказанное пророками об иудеях исполнилось и это исполнение очевидно для всех равно как и сказанное о христе в новом завете это особенно и доказывает что писание того и другого завета божественно если оно божественно то и все сказанное в нем о боге истинно поэтому не сомневайся в промысле божьем но удивляйся его попечению как он несмотря на то что между людьми есть и злые и добрые всем предоставил вселенную и солнце и подает дожди а если он оставляет некоторых в бедности и нищете то оставляет для того чтобы исправить души и сделать ее более любомудрой вы знаете хорошо знаете что богатство для невнимательных служит средством порокам а бедность есть мать любомудрия и это каждый день открывается на опыте сколько бедных гораздо благоразумнее и мудрее богатых и даже здоровее телом как так как бедность правильно устрояет их тело и душу спокойно ложусь я и сплю ибо ты господи един даешь мне жить в безопасности вот и другой немаловажный вид промышления состоящий в том что преданные богу наслаждаются миром мир велик улюбящий закон твой нет им преткновения обыкновенно ничто так не доставляет мира как познание бога и приобретение добродетелей истребляющие внутреннюю борьбу страстей и не попускающие человеку быть в войне с самим собою подлинно если кто не наслаждается таким миром то хотя бы от вне окружал его глубочайший мир хотя бы никакой враг не нападал на него он не счастнее всех во всей вселенной на которых нападают враги 32 не так жестоко ведут войну скифы фракийцы сарматы индийцы мавры и другие дитя народы по своему обыкновению как гнездящиеся в душе непристойные помыслы и порочные пожелания любовь к богатству желание власти привязанность к предметам житейским и действительным так потому что та война внешняя а это борьба внутренняя а что бедствия рождающиеся внутри гораздо хуже бедствий происходящих от вне и обыкновенно причиняет больший вред это можно видеть во всем так дерево больше повреждает черви зарождающиеся внутри и крепость и здоровье тела больше расстраиваются болезнями зарождающимися внутри чем случающимися снаружи и города разрушают не столько внешние враги сколько домашние так точно и душу обыкновенно не столько заражает бедствия нападающие от вне сколько болезни зарождающиеся внутри но кто имея страх божий совершенно прекратит эту войну обуздает страсти задушит различных зверей порочные помыслы и не дозволит им скрывать все внутри тот будет наслаждаться чистейшим и глубочайшим миром этот мир Христос пришедший даровал нам Иоанн 14 27 этого мира и Павел желал верующим повторяя в каждом послании благодать вам и мир от Бога Отца нашего кто имеет этот мир тот не боится не только врага и варвара но и самого дьявола а посмевается над всеми полчищами злых духов бывает благодушнее всех людей не обременяется бедностью не изнуряется недугами и болезнями и не смущается никакими другими человеческими неожиданно случающимися бедствиями потому что он имеет душу способную перенести все это мужественно и весьма легко душу крепкую и здоровую дабы вам убедиться что это справедливо представим пример пусть будет какой-нибудь завистник и пусть никто не восстает против него какая ему от того польза он восстает сам против себя изощряет на себя помыслы опаснейшие всякого меча раздражается всем видимым мучится при виде каждого встречающегося ему человека и не чувствует никому доброго расположения но считает всех вообще своими врагами какая же ему польза от внешнего мира когда он сам неистовствует и беснуется как общий враг человеческого рода и ходит везде нося внутри себя атакую войну бесчисленное множество копьев и мечей желая лучше подвернуться тысяче смертей чем видеть кого-нибудь из подобных себе существ пользующимся добрым мнением и благополучием также предавшийся страсти к богатству носит в душе свои бесчисленные воины брани и смятения находится в страхе и беспокойстве и не может быть в хорошем расположении духа ни на малейшее время но не таков тот кто освободился от страстей напротив он пребывает в тихой пристани наслаждается любомудрием и не подвергается никакой подобной неприятности потому-то и пророк наслаждаясь сам этим даром промысла божьей говорит в мире усну и почиюсь не подвергся